В этом видео я расскажу про обкатку мини-трактора Scout T18, что и как нужно делать. Вообще обкатка этого трактора, согласно руководству по эксплуатации, состоит из трёх этапов. Первый этап. Вот вы получили новый трактор. В России вы такой блестящий, всё, он заводится, работает. Первым делом, что нужно сделать? Нужно его обкатать, ну, нужно обкатать двигатель без нагрузки, без всякой. То есть вы заводите трактор, запускаете, и в течение 30 минут он у вас работает. Но в течение этих 30 минут необходимо постоянно менять обороты. То есть не на одних оборотах вы его поставили и ушли пить чай, например. Завели, дали ему сначала там малый газ, чтобы он прогрелся, он постоял минут 5-7. Потом вы дали ему побольше, потом ещё побольше. И обязательно в течение этих 30 минут нужно где-то минут 5-7 дать ему полный газ. То есть максимально то, что ручка у нас позволяет, максимальные обороты двигателя. Но это нужно сделать, когда двигатель уже прогрет, по истечению, например, там минут 15 работы. Вот, всего, получается, эта процедура занимает 30 минут. Там, 25-30 минут, где-то так. Всё, обкатали без нагрузки двигатель. Заглушили. Двигатель прогрелся, всё нормально, заглушили. Далее ему остыть до температуры окружающего воздуха. Вот. Далее что? Далее также запускаете трактор, немного даёте ему поработать, чтобы он прогрелся. И уже ездите, но без ничего. Без прицепа, без навесного, без ничего. Катаетесь на нём. И необходимо на каждой передаче где-то в течение 5-7 минут поездить. Опять же говорю, на разных режимах работы двигателя. Не на одном газу. На разных. Вот. На всех передачах поездили, тоже примерно эта процедура там, ну, полчаса займёт, например, максимум. Поездили, покатались. Всё, заглушили. Всё. Второй этап обкатки тоже закончен. Третий этап обкатки – это уже обкатка трактора с небольшой нагрузкой. Если это летний период, то вы навешиваете на него фрезу косвенную, устанавливаете минимальную глубину обработки какую-то, максимальную. И выезжаете куда-нибудь на старопахотную землю, не в Целик, а вот где уже была пахотная земля, более-менее мягкая. Всё, опускаете фрезу и начинайте фрезеровать. Работать где-то с фрезой, где-то с прицепом, например. Вот такую нагрузку небольшую ему даёте. Не более, там, ну, в районе 50%, например, от максимальной. Всё. И эта процедура, вот таким образом, обкатка должна продлиться до того момента, когда на счётчике моточасов у вас появится цифра 5. То есть 5 моточасов прошло с момента того, как вы его получили, этот трактор. Всё. Трактор у вас откатан, и можно делать уже первое ТО. У меня вот как раз эта цифра уже подошла. То есть трактор я уже откатал. Вот теми самыми этапами, о которых я вам сейчас рассказал. И, наверное, в следующем видео я покажу, расскажу, буду делать как раз ТО у этого трактора. Вот. Ну, а пока что. Ну, пока погода, как видите, вообще замечательная. На улице, ну, где-то градусов 10, наверное, может быть, меньше. Такие, видите, пейзажи красивые. Снежок идёт, вообще красота. И вот как раз, чтобы завершить обхватку, я выехал просто на нём куда-нибудь в поле. Заодно и проверить проходимость этого трактора уже с цепями, о которых я вам рассказывал в предыдущем видео. И показывал, как это сделать. Прицепа у меня большого нету, к сожалению, для него. Есть прицеп от мотоблока. Ну, как бы, если чем богаты, тем и рады. Хотя бы это. То есть на нём я вот уже кое-что вожу. На тракторе мотоблок я поставил, как в гараже стоит. На мотоблоке зимой особо не разгонишься. Сует. А на тракторе, трактор его просто банально вообще не чувствует этот прицеп. И, кстати, где-то кто-то в одном видео говорил, что прицеп от мотоблока сюда не зацепить. Нет, зацепить можно. Но на одной из крайних отверстий. Либо на это, либо на это. Но центральный не подойдёт. Потому что центральные отверстия здесь больше. Нежели чем боковые. И вот. И палец берётся от мотоблока. Это родной палец от мотоблока, который шёл в комплекте с мотоблоком. Вот он. Вот так вот он выглядит. Я его не шпринтил, ничего. То есть, в принципе, он никуда не денется. Навеской распределителем. Сначала устанавливаем плавающее положение. Ловим момент, в котором всё зацепляется. И распределитель мы возвращаем в нейтральное положение. Всё, он у нас никуда не денется. И всё. Можно водить грузы. Сколько позволит, конечно, грузоподъёмность этого прицепа. Ну, вот этот прицеп он заводской. У него где-то грузоподъёмность заявлена на 350 килограммов. Ну, если честно, для этого трактора это ничто. 350 килограммов. Вот. И скажу я вам, уже я прокатился здесь, на нём. На дороге. На цепях он вообще не чувствует. То есть, идёт и даже не буксует. Никакой нагрузки, ничего. Вообще, отлично идёт. Ну, поехали, давайте проедем куда-нибудь дальше. Заедем на поле, где-нибудь попробуем тяжёлые условия найти. Как бы ещё и с прицепом. Поехали покатаемся. Так. Продолжение следует... 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 Всем спасибо за просмотр... Всем пока... Продолжение следует... Продолжение следует...